Нынешний Арнольд Классик Нынешний Арнольд Классик в Барселоне для команды ТСП во многом был первый. Но, во-первых, прежде мы посещали этот турнир еще в то время, когда он проходил в Мадриде. Во-вторых, этот европейский Арнольд был первым после разделения АФББ. Ну и, в-третьих, Андрей Шипылюк, благодаря поддержке компании ТСП, впервые принял участие в столь масштабном международном турнире. И хотя по сравнению с предыдущими годами масштаб этого шоу заметно уменьшился, эта поездка, безусловно, заслуживает отдельного репортажа. Итак, местное время почти полночь. Мы в Барселоне. Вообще-то, по плану, прилететь должны были еще днем. Однако некоторые обстоятельства, не зависящие от нас, слегка изменили наше расписание на более позднее. Утром, прежде чем отправиться на выставку, небольшая экскурсия по центру каталонской столицы. Увы, тоже не без приключений. Из-за протестов местных сепаратистов часть центра оказалась недоступна и оцеплена полицией. Итак, выставка. Название и место проведения прежнее. Содержания, увы, нет. По сравнению с прошлым годом экспо уменьшилось, ну, почти вдвое. Впрочем, это вполне закономерно. Из мировых звезд бодибилдинга и фитнеса лично мы встретили здесь лишь легендарного Дориана Ятца. Интервью с ним, кстати, не так давно было опубликовано на нашем канале. Кроме Дориана, говорят, был еще Кевин Леврон и Седрик Макмиллан. Все. Остальные звезды были в Праге, где параллельно с Арнольдом проходила любительская Олимпия. Но теперь это уже другая федерация. Как ни крути, но к звездам масштаба Олимпии интерес публики пока что явно выше. К примеру, наш старый знакомый, партнер, самый титулованный испанский профессионал Пака Баутиста, без сомнения отметил, что в случае камбэка однозначно выбрал бы американскую Олимпию. А вот если бы ты сейчас выступал, ты бы где выступал? На европейских турнирах или на американских? Есть много более уровня на уровне Американской Олимпии. Конечно, я могу отдать должное американцам. Сто процентов я понимаю, что их уровень выше. И если бы мне пришлось выступать на турнире, я бы предпочел американский турнир. Это же уровень. И потом будет хорошо бороться с другими другими. Все-таки будет возвращение камбэк на сцену? Или все, повесил перчатки на гвоздь, завязал с бодибилдингом, сейчас занимаешься бизнесом, семьей? Хотел бы иногда, у меня вдруг возникает драйв, мне хочется выступить, но я сейчас предпочитаю семью, дочку и скорее всего нет, скорее нет. Сергея Шелестова тоже уговариваю, никак не хочет. Кстати, кому интересно, чем живет испанская легенда бодибилдинга сегодня, почему свой фитнес-клуб он назвал именем легендарного силача Евгения Сандова, и какие тренировочные советы он даст атлету ТСП Андрею Шипылюку. Об этом в следующем репортаже. Подписывайтесь на канал и следите за новостями. Совместная тренировка Пака Баутиста и Андрея Шипылюка скоро на ТСП Проспорт. Но вернемся на выставку, а вернее на вечернее шоу профессионалов, которое теперь проходит под эгидой IFBB Elite Pro. Что ни говори, но зрительский зал был полон почти под завязку. И это при том, что большинство профессионалов на сцене знакомы лишь тем, кто ну очень пристально следит за новостями бодибилдинга. Что касается тех, кого знаем мы, Шабуня снялся из-за травмы, Водянов не приехал, Луковец хоть и выглядел неплохо, увы, не вошел в топ-5. Поездка как бы не сильно может быть удачная, хотя не скажу, что форма в принципе плохая была. Не могу сказать, что мы с тренером что-то не сделали. Как бы выложился на максимум, все обстоятельства были за меня. Я полностью старался на самом деле. Хочу может быть извиниться перед теми, кто болел за меня, может быть кого-то подвел, но, ребят, я исправлюсь обязательно и покажу лучший результат, чем я показал его сейчас. Впечатлений масса, да, трудно сейчас все сходу собрать и рассказать. Ну, в общем, я доволен в любом случае. Это какой-то опыт положительный, да, и будем работать над нашими недостатками. У девушек, безусловно, нужно поздравить с победой Яну Кузнецову. Впрочем, ее победа не удивляет, ведь год назад, еще до раскола АФББ, она была в топ-10 на Олимпии в Лас-Вегасе. Я не думала, что я буду первой, я очень хотела, это моя мечта. Я, естественно, выиграть, быть первой, пожать руку Арнольду, и она сбылась. Просто я всегда очень хочу выиграть, вот и все. Я не уверена, что я первая, потому что я была и шестая когда-то, и четвертая, и вторая, нет, по-моему, не была. Вот, но все, не знаю, судьба решила. Я очень рада. Ну, как говорится, вернемся с небес на землю. Любительский турнир, участвовать в котором как раз-таки и приехал наш атлет Андрей Шипылюк, традиционно проходит не в отдельном зале, а прямо на выставке. Стартовый взнос за это удовольствие 200 евро. И это лишь примерно 20% общей сметы среднестатистических расходов на такую поездку. И вот еще, в отличие от профессиональных атлетов, денег за поведу любителям здесь не платят. Кстати, кому интересно, в следующем выпуске, кроме тренировки Шипылюка с Пако Баутиста, мы подробнее расскажем и о том, как Андрей планировал бюджет своей поездки. Учитывая, что ездил он вместе с женой и ребенком, информация наверняка будет полезной. Кстати, если прежде Шипылюк выступал в категории до 100 кг, то на этот раз впервые вышел в 100+. Настрой, как всегда, боевой. По форме. Ну, форма лучше, чем всегда. Вот. Я стал больше, объемнее. Качество, как всегда, хорошее приготовил. Вот. Даже лучше, чем в прошлом сезоне, немножко подвелся получше. Поэтому настрой самый боевой. Сколько участников, не знаю. Состав участников, не знаю. Потому что я всегда говорю, какая разница, кого выигрывать. Эксперимент, с одной стороны, оказался удачным. Шипылюк – бронзовый призер. С другой стороны, будь он в сотке, мог бы даже стать первым. Страивался, конечно, выиграть. Потому что смысл ехать на соревнования, если ты не надеешься их победить, выиграть. Вот. В категории, я так думаю, по весу был вообще самый маленький по размеру. Вот. Но, тем не менее, третье место получил. Надеялся, конечно, на выше. Ну, хотя бы на второе. Но, тем не менее, с судьями не поспоришь. Нужно еще время. То есть, набрать немножко больше мяса и все-таки штурмовать 100+. Просто по массе проиграл. Приоритет массе сегодня отдали. Подготовка прошла вообще отлично. Тем более, меня всю мою подготовку поддерживала компания ТСП. За что ей огромное-огромное спасибо. Единственные, кто меня, в принципе, поддерживает. Вот. Только благодаря им я смог добиться таких результатов и попасть на соревнования подобного уровня. Вот. Ну, естественно, мои родные и близкие, которые сегодня со мной, вот, они меня тоже поддерживают. К сожалению, уехать из Испании с картой профессионала Андрею не удалось. По итогам Арнольд Классик Европа на этот статус может претендовать лишь абсолютный чемпион. С другой стороны, очевидно, что оценивая участников, судьи отдали предпочтение массе. Ведь в 100+, Шиплюк был объективно самым легким. Но вместе с тем, именно он был, пожалуй, самым эстетичным. Кстати, очередной международный старт Андрея Гран-при России уже в 20-х числах октября. Более того, шансов, что именно в Екатеринбурге атлет команды ТСП пополнит профессиональный дивизион, намного больше. Желаем удачи. Ну и до встречи на ТСП Проспорт. ТСП Продолжение следует...